Расхожее утверждение о спорт «Ты жизнь» для Анны Чипизубовой наполнено реальным смыслом. Ее баскетбольный талант в тренер разглядела еще когда Аня была в пятом классе. Девушку пригласили в секцию. С тех пор тренировки и соревнования – неотъемлемая часть жизни. А возможность сыграть в родном селе на новой площадке – удовольствие особое, говорит Анна. Это так здорово, у нас никогда такого не было. От силы было кольцо, асфальт какой-то непонятный. А сейчас это прям восторг, восторг вызывает. Мы тут просто пропадаем день и ночь. Честное слово, мы приходим, не свет, не заря, уходим. Там около двух часов, ну так нравится. Баскетбольная площадка легко трансформируется в волейбольную. Футбольное поле оснащено искусственным покрытием. Здесь же беговые дорожки и городок с брусьями, перекладинами и другими спортивными снарядами. Трибуны рассчитаны на 100 зрителей. Спортивный азарта хватит кого угодно. И деловой костюм желанию пробить по воротам не помеха. До конца года в Прикамье должно появиться 14 подобных объектов. Три стадиона уже работают в Перми. Семь в районных центрах. Буквально в конце июля в Юрле открылся первый современный межшкольный стадион в Комиокруге. На очереди Кудымкарский, Кишерский, Усольский и Уинский районы. В текущем году из регионального бюджета на эти объекты выделено 90 миллионов рублей. Мы будем продолжать эту инициативу. Думаю, что еще будет ряд стадионов по инициативе муниципалитетов построено в крае. Край будет помогать. Но, естественно, мы надеемся и на поддержку Российской Федерации. Самое главное в этом проекте создать условия для занятия физической культуры и спорта, в первую очередь в муниципальных районах. Потому что, во-первых, здесь очень много талантливых ребят, которые действительно не только желают заниматься, но они дают сегодня очень серьезные спортивные результаты. Люди, чтобы любили Пермский край и оставались жить и работать в Пермском крае. Юные спортсмены загрузили новый стадион сразу после открытия. Здесь прошли краевые турниры по мини-футболу и уличному баскетболу, а также легкоатлетическая эстафета. Александра Михеева, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.